Добрый день. Аварийная слушает вас. Говорите, что у вас случилось. И таких звонков от жителей Южной части Эльвира Пузырякова, диспетчер аварийно-диспетчерской службы Полевского коммунального предприятия, за рабочую смену принимает до десятка. На исполнение, согласно регламента, не более суток. Заявочку принимаем, звоню мастеру, отправляют в работу по возможности, как говорится, оперативненько. А так, ну, звонков много, всякие проблемы у людей. Начиная от того, что вкрутить лампочку и вплоть до того, что там смситель потек или что-то с отоплением. Вот такое вот. Сейчас период первого снега, актуальны заявки по подсыпке дворовой территории. Они практически мгновенно передаются технику-смотрителю. Оксана Хомякова уже работает с дворниками, передает адреса. Чаще, чтобы не допускать обращения, лично обходит вверенный в управление ПКП жилой фонд и определяет, что и где нужно поправить или устранить. Так, к примеру, во время осенних осмотров определили, что кроме ремонта 28 подъездов в МКД необходимо провести еще ряд других работ, подойти к делу комплексно. Мы, когда планируем ремонт подъезда, мы, конечно, сразу смотрим на состояние входных дверей, то есть меняются тамбурные двери. Если требуется, идет замена оконных блоков полностью. В дальнейшем происходит косметический ремонт и, конечно, замена почтовых ящиков. Также вешаем информационные стенды для удобства жителей, где размещается вся информация по управляющей. Если же говорить о подготовке 64 домов, переданных в управление ПКП, то стоит отметить, что компания практически на 100% выполнила поставленный перед собой план. Произведен ремонт мягкой и твердой кровли. Утеплили межпанельные швы. Володарская 93, где мы сейчас находимся, у них в топе изначально было все-таки устройство парковки для машин. Та парковка, которая существовала, ее недостаточно. Людям приходилось ставить машину на газон. Это административный штраф, это вызов в администрацию, административную комиссию. И, конечно, жители, с первого, с чего они начали, сделайте нам, пожалуйста, парковку. Конечно, это не входит в содержание жилья, но мы все-таки своих жителям пообещали. И я очень рад, что у нас все-таки в этом году получилось им эту работу выполнить. А вот инициатива благоустройства дворовой территории в доме 93 по улице Володарского принадлежит Татьяне Фахреддиновой. Девушка признается, это была мечта жителей, а стала она явью только после того, как они сменили управляющую компанию. Мы многое узнали. Узнали, что должно быть, во-первых, собрание общего жильцов хотя бы раз в год, на котором большинство жильцов решает, что и на куда будут потрачены наши средства, которые находятся на балансе дома. В этом году мы общими, ну не общими, большинством решили вот стоянку сделать для машин. Как бы оперативно было все это сделано. Нам въезд периодически грейдируют, которые раньше вообще у нас, ну не было этого абсолютно. Заявки делали в предыдущую компанию, никто ничего не делал. Песок у нас в детской площадке тоже два года вообще не привозился. Ну вообще двор был в запущенном состоянии, если честно. Кроме устройства парковки и расширения пешеходной зоны, в топе самых востребованных услуг – это создание игровых пространств в жилых районах города. Поставили две площадки, это Карла Маркса 17-19 площадку поставили одну. Вторую площадку мы планировали поставить на Хохряково, но так как тут возможности не было, мы ее на Победы 9 перенесли. Сегодня Полевское коммунальное предприятие – это больше 60 многоквартирных домов, дружный коллектив и отличная административно-производственная база, расположенная по адресу Хохряково, 35. Сегодня здесь находятся четыре организации. Это расчетный центр «Урала», который занимается начислениями. И жители могут в любой момент прийти и задать вопрос, почему начислили неправильно, либо правильно сделать перерасчет. Здесь располагается ПК «Энерго», которая сегодня оказывает услуги по поставке горячей воды и отопления. Здесь МУП «ПСК», который выставляет холодную воду и отвечает за водоотведение. Ну и наша управляющая компания. Девиз этой управляющей компании – с заботой о людях. Коммунальщики не просто выполняют заявки от жильцов. Зачастую они помогают им пройти все согласования или разработать проект благоустройства двора. Город маленький, просто бывает звонят на сотовый, либо звонят в приемных секретарю, можно записаться на прием. Нет каких-то определенных дней, ежедневно мои двери моего офиса открыты, люди приходят в рабочем порядке, либо приходят на Хагряково 35, где она часто располагается, техники-смотрители. И мы решаем в рабочем порядке. Но на самом деле все открыто, доступно, мы стараемся каждого жителя услышать. Если какая-то бабушка, пожелая, звонит, что есть какая-то проблема, то либо я, либо мои помощники, техники-смотрители выезжают на место, с ней встречаются и на месте смотрят проблему, и мы стараемся ее решить. Несмотря на то, что на календаре осень, жители УК ПКП уже строят планы на следующий весенний-летний период. Уже известны дворы и территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Ксения Бладенкова, Константин Миронов, Новости 11 канала.